ЖКГ в области планы все лето капитально отремонтовать 158 жилых домов. Эта работа в РГИУ не будет проведена у ответственности сдержанной программой «Комфортное жилье» и «Спрояльное сярудие». А значит, что год РГИУ нам повинен проводиться капитальный ремонт, не имеющим 3% фонду эксплуатуемого организациями ЖКГ. Сегодня исполкомы размещают информацию о списке жилых домов, которые подлежат капитальному ремонту, и в средствах массовой информации, и на своих официальных сайтах. Для того, чтобы сделать капитальный ремонт, учитываются следующие факторы. Первое – это техническое состояние дома и его конструктивных элементах, срок службы дома, архитектурно-планировочное качество дома и уровень его благоустройства, а также степень его эксплуатации в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов. Все лето задание в области увести у эксплуатацию после капитального ремонта 375 тысяч метров квадратных жилья. Проектная документация уже распроцвана. Усими администрациями районов в области приняты решение по призначении выканался у работ. На широку объекта ремонт подшаусе. Як поведомили в управлении жилево-коммунальных господарки Абл-Выконкама, гадовое задание на 2023 регионам плануется выканать у полным объеме. Специалисты засеруживаются увагу на тем, что капрамонт – это одновление страшных за час эксплуатации характеристик будинка. Реестр работ не включает, например, утепление фасадов. Атак, грамадянам дадена максимальность поудельничать о софинансовании энергоэффективных мероприемствах за расторминовкой платежи до 10-ти годов и компенсацией 50% кошту. Что входит в энергоэффективное мероприятие? Входит утепление фасада, устройство приборов учета и регулирования тепловой энергии, устройство системы рекуперации, заполнение оконных блоков в местах общего пользования. И сегодня есть категории граждан, которым может быть предоставлена эта рассрочка платежа больше 10 лет до 15-ти. Это социально уязвимые категории, малообеспеченные категории граждан. Это как неработающие, одинокопроживающие пенсионеры, инвалиды первой и второй группы, семьи, которые воспитывают детей инвалидов. Субтитры создавал DimaTorzok